Отаборились пока на кордоне егеря. Раньше здесь жил егерь в этой избушке. Тут, конечно, такой порядок, как обычно у нас бывает, беспорядочный. Что сделаешь? Но зато есть изба, есть место, куда спрятать вещи, продукты. Сегодня наша первая ночевка будет на озере. Я забыл представить своих спутников. Рядом со мной мой старший сын Илья. Это для него первая настоящая экспедиция. А здесь в центре Стас, сотрудник нашего института, ихтеолог. На озеро прибыли около 8 часов вечера и сразу стали обустраиваться. Надули лодку, поставили сети и в этот же вечер вкусили жареного сега. А наутро с противоположного берега озера к нам приехал местный сторожил Иван Николаевич. Он любезно откликнулся на мою просьбу, и мы на его лодке за день объехали все озеро и отобрали пробы. Это для меня было очень важно. По моей задумке, мне нужно было получить пробы со всего озера сразу по приезду, а потом по тем же самым точкам через 2-3 недели, сразу перед тем, как уехать. Так я смогу определить сезонные изменения фитопонтона. Вечером второго дня я был доволен, что часть работы уже была сделана. И мы отметили это событие вместе с нашими новыми знакомыми. Справа на фото это Слава, по должности Кузьмич. Охранник дачи ВИП Персон из Мечила, компании, добывающей уголь на Эльгинском разрезе. А слева Иван Николаевич. Он живет на восточном Хабаровском берегу озера. То есть уже формально не в заказнике. Живет здесь больше 30 лет. Отлично знает эти места. Мы уже 2 полных дня живем на озере Такоп. К сожалению, мой мотор оказался неисправен. Опять вылезла у него болячка старая, не могу понять, что с ним. Едет, неожиданно глохнет. В общем, такая же песня, что и на Витиме. И теперь сплав у нас под вопросом оказывается, потому что пороги пройти без мотора я не смогу. Ну а работать на озере вроде бы местные ребята обещали помочь. Обещал помочь Слава, бензином обещал помочь, и обещал дать мотору вихрь. И Иван Николаевич, может быть, даст лодку, не знаю, поставить на нее этот вихрь и отработать озеро нам. В том конце озера еще есть 2 избы, Иван Николаевич нам показал. Мы тоже можем там останавливаться и работать. Как бы все складывается отлично, здорово. Ну вот единственный только мотор портит нам планы. Стас обрабатывает пробы свои. Что-то нашел в рыбе. Что-то какие-то тощие какие-то беды. Илюшка, когда ты наконец рыбу свою поймаешь на спиннинг? Сегодня Слава подъехал, помог нам разобраться в неисправностях с мотором. Ну, утвердились в предположении, что какой-то непорядок с подачей топлива. Вот наловчились тут обманывать его, допинг ему плевать. Прямо в цилиндр. Поедем, сейчас мы по окрестностям поездим, заодно испытаем мотор этот еще раз, и постараемся пробу отобрать вокруг. На поверхности воды, если это видно, плавают зеленые такие хлопья. Это кульца кедрового сланника. Сейчас как раз он светет, и местами в заливчиках озеро прям покрыто зеленой такой вот пленкой. Что-то пока мы не можем никак открыть счет по спиннингу. Но зато сегодня мы так здорово отработали. Западный берег, около 9 километров береговой линии. Очень удачно. Правда, потерял я планктонную сетку тонкую на 20 микрон. Увы, озеро забрало ее. Осталось у меня только на 30 микрон. Обидно, конечно, было до слез. Неловко как-то. С лодки сдуло ее и все. Не заметил даже как. Сегодня мы уходим с избушки на кордоне. Мы отработали за эти три дня большую часть западного берега. Разделили вещи на две части. И взяли с собой только часть вещей. Часть вещей оставили в этом лабунчике. Так что вот наше пристанище. Мы его оставляем. И двигаемся к другой избушке. К следующей избушке, которая находится на юго-западе озера. А вот та часть вещей, которую мы берем с собой. Но ехать тут недалеко, порядка 6 километров в ту сторону. Там обоснуемся и отработаем южную часть озера. Вот. По дороге на наше новое место дислокации Мы заехали в гости к Славе Тут типа VIP-гостиница для VIP-посетителей И он здесь, значит, командир Ну вот так выглядит VIP-зона VIP-гостиницы Да, почему у нас так вот все делается Из такой красоты у нас могут сделать все, что угодно Даже вот такое вот Ну правда, эти VIP-персоны, они где-то в другом месте Там в стороне останавливаются Там, наверное, покрасивше Так, ну а вот это уже как раз и есть VIP-дом VIP Эй, VIP-персоны! Да-да-да, слушаю вас! Ну, красиво, конечно Красиво Здесь красиво Там, наверное, особь какая-то наворочена А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а где золотой унитаз все же тихо не снимаю потом и тут тоже душевая душевая и толчок пожалуйста ладно чаю попили и пошли дальше ну и эту дачу как она тут заказники возникла загадка природы прибываем к нашему новому месту стоянки к избе юго-западной части озера приехали вот она какая сейчас будем разгружаться ставить сети и работать дальше ну вот отоборились в новом месте эта избушка нам нравится значительно больше чем прежние есть такой хороший навес вещи можно сложить там баня довольно таки неплохая вернее сказать отличная вот избушка аккуратно и чистая нары печка здесь я хочу взять суточную пробу то есть сутки через три часа брать по глубинам с помощью лебедки ну чё кто первый поймает на спиннинг хоть что-нибудь мы с илюшкой находимся в юго-западной части озера заливе под нами глубина порядка где-то около 10 наверное метров и в этом месте мы отбираем посуточно через каждые три часа пробы с разных глубин с помощью вот этой вот самодельные лебедки и вот это вот американского батометра лебедку мы сконструировали специально для этой поездки получилась простая удобная в работе и быстро сборная конструкция которая не занимает много места в багаже в разобранном виде вот таким образом батометр заряжается открываются крышки заводится такой замок получается такая штука если сюда ударить замок открывается крышка захлопывается теперь его нужно опустить веревки метки разноцветные по 5 метров по метру по 10 метров а вот этот посыльный груз мы отпускаем по веревке и он бьет по замку таким вот образом вот он с водой здесь есть термометр чтобы снять показания по температуре а с этой стороны дренаж и краник для того чтобы можно было пробовать а значит с литий стас наловил и пожарил рыбки сейчас мы ее попробуем у нас сегодня тяжелая ночь была отбирали чертовые суточные пробы маленько расслабиться можно дымкой все заволокло пожары ничего ребята сидят и думают когда же обед ура обед хозяин местной избушки щуки какие наил у куки щеки кто-то видимо прикормил этого брундучка и этот забавный зверек сначала осторожно собирал крошки возле нашего стола а потом осмелев стал есть прямо у стаса из рук а потом осмелевал и и и и и и и и и Оставляем лагерь для того, чтобы пройти вдоль берега вот этого залива и зайти в устье реки Утук, которая впадает в озеро, примерно вот в этом направлении. Лагерь остается. Илюшка помогает в сборе материала. Ищет камни, с которых можно сделать со скобы организмов-обрастателей. Там наша избушка. А вот здесь за мысом устье реки Утук. Приехали кустью протоки реки Утук. Это маленькая проточка. А основное русло там, за этим поворотом, за мыском. Парни решили проверить свое счастье на спинниках. А вот устье реки Утук. Река, которая впадает в озеро Большое Тако. Вот миль небольшая. Сейчас мы туда будем входить. Ну это вот все, куда мы смогли подняться. Дальше уже мелко. На моторе не пойдешь. Вот на такое расстояние мы поднялись. А там озеро. Устью Утука решили поставить в сети. Стас будет ловить рыбу. Нам на еду, себе на анализы. Приехали в соседний юго-восточный залив. Осмотреться. Вышли вот на эту косу. Смотреть, что тут и как. В той стороне Утук. Вот этот залив. А там впереди белеет еще одна избушка. В ней вагончик, где можно остановиться. Ну что, вылазка успешная. Пробы отобрали. Возвращаемся в лагерь. Вся наша рыба поймана сетью. На спиннинг никто из нас пока ничего не поймал. Мы думаем, что причина в том, что вода в озере хорошо прогрелась. У берега аж до 18 градусов. И такая рыба, как ленок и таймень, из-за этого не активна. В подтверждение Илья смог поймать ленка руками. Вечером случайно заметив его у берега. Стас нынче сварил тройную уху. Сейчас будем пробовать. Вкуснятина какая. Хозяин хочет тушиться. Пришел проверить, чем тут едим. Ежедневный, рутинный труд Стаса. Проверка сетей. На этом месте сеть отработала. Стас ее собирает. Будем перебираться на новое место. Там поставим. Такая рыбешка красивая. Сейчас мы узнаем, кто это такой. Это у нас самец. Стагип половозрелости 2 у него. Жирность 1. Сейчас будешь ткани на генетический анализ брать, да? И на биохимию тоже будешь, да, отсюда? Да. Рабочее место Стаса. Под губу. Тоже потрошенный получается. Ну что же, мы полностью отработали юго-западную часть озера. И нам пора перебираться на новое место стоянки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подъезжаем к нашему новому городу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подъезжаем к нашему новому месту стоянки в юго-восточной части озера. Здесь какой-то вагончик. Что-то вроде навеса. Вот оттуда мы приехали. Там нашей избы даже не видно. Посмотрим, что тут за условия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально. В целом. Ну, как обычно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу после переезда мы поехали к устью реки Утук, чтобы проверить и собрать сеть, которую мы поставили вчера. Ну что, вот улов с одной сетки. Сиги, 4 ленка, 2 окуня и маленький налим. Вот Стасу можно взять тут кучу образцов тканей на генетический анализ и на биохимию. А нам бы пожарить рыбки. Было бы неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я уже не ворую. Молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стас колдует маэстро. Жарит на рыбу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лепота. Что характерно, по восточному берегу озера Такко проходит административная гранита, между Якутией и Хабаровским краем. Таким образом, Стас моет сковородку в Хабаровском крае. Вот. А полоскать пошел он ее в Якутию. А полоскать пошел на Родину. Так, это у нас Виктор. Проводит гидрохимические анализы. Что мы сейчас делаем? Определение углекислого газа. Угу. Содержание углекислого газа в воде методом хитрования. Чемоданчик тревожный гидрохимический. Вот такой. Как раз сейчас происходит тетравание. До светло-розового цвета. Все данные фиксируются в журнале. Как раз бутылочки спробовали гидрохимические. С Илюшкой приехали в самую южную часть залива. Восточного залива. Вот так он выглядит. Отбирали полубы. Такой здесь залив. Залив Рыбачий. Отправились на вылазку в залив Рыбачий. Невдалеке здесь есть озеро-залив под названием Рыбачий. Сейчас проверим, что это такое. Обогнув этот мыс, мы попали в устье залива Рыбачий. Здесь остовый палаток. Стоянка чья-то, видимо, была. Парни пошли проверить. А тут вот видно перемычка между заливом Рыбачий и озером. Мы попробуем туда зайти. Сейчас приближу. Это оказалась брошенная база геологическая. Остовый палаток, бочки, как обычно у нас тут бывает. Вход в залив мелкий, поэтому лодку тащим волоком. Мотор, к сожалению, продолжает барахлить. Единственное, что благодаря славе нам окончательно удалось выяснить, что причина не в зажигании, не в электронике, а в подаче топлива. Ага. Вот он вход в залив. А посередине залива еще и остров. Сцепляющий. Вот такой. Стасу улыбнулась наконец удача. Это щука. Щука, да? Ага. Фига себе. Сделаем эти котлетки. Ну нифига какая мощная. Вот мы достигли тупика в конце залива, а вот там проливчик, в котором он соединяется с озером. Стас уже отметился здесь двумя щуками на спиннинг. Мы поставили в устьевой части залива сети, а на обратном пути их проверили и собрали. Возвращаемся с вылазки в залив рыбачий. Вылазка прошла плодотворно. Собрали пробы по заливу, поймали рыбы. На биоанализ Стасу видели Сахатова. Кстати, на озере Такко доступна сотовая связь. Дело в том, что вот здесь, в той стороне, за горами, в 25 км находится Эльгинский угольный разрез. Там организована сотовая связь МТС. И до озера она добивает. Вот на восточном берегу, на Хабаровском, связь просто прекрасная. На западном берегу, под горой, связь похуже. Там горы мешают. А здесь прекрасно, можно звонить домой по мобильнику. Алло, как у вас дела? Поехали с Илюшкой пробы отбирать в северную часть озера. Здесь еще один заливчик, уже совсем небольшой. Нам надо сюда зайти, здесь отобрать пробу фланктона и донные пробы. Такой небольшой совсем заливчик мелководный. Рядом с Рыбачьим. Вот в той стороне, где-то километрах в трех, устье залива Рыбачьего. А здесь какой-то безымянный заливчик небольшой. Вот он какой заливчик интересный. Вот он весь. А там его устье. А горы все вдалеке с затянутой дымкой. Пожары где-то. Тут мы двух уток испугали, подняли из травы. Выводок у них может здесь. А мы их трогать не будем. Пробу возьмем да пойдем. Мы отработали в юго-восточной части озера все точки, которые хотели. Теперь будем продвигаться на север. В ту сторону. Лодку загрузили. Игра в тетрис у нас все лучше и лучше получается. Вещи все компактнее и компактнее загружаются. Так что это вселяет надежду. Пойдем Ивану Николаевичу попробуем. У него оттабориться. Ну а если не получится, пойдем дальше жить в палатке тогда. Ну что ж кипер. Мухи едят вас? Конечно едят. Мухи это какие-то блюда. Волки какие. Полу врезик.